Всем привет, с вами Хронош, и вы смотрите рубрику «Обзор железа». Если кто не в курсе, время от времени нам прилетают разнообразные девайсы, которые мы используем в своей работе. Некоторое время назад у нашего монтажёра мышь приказала долго жить, поэтому нам прилетела вот такая вот новинка от компании Corsair – Glaive RGB. Что ж, давайте посмотрим, что она умеет и насколько далеко шагнули технологии в геймерских девайсах. Сперва традиционно взглянем на коробку. Упор делается на мощный сенсор, регулируемый корпус и, куда ж без этого, RGB-подсветку. Также заявлены новые переключатели с просто колоссальным ресурсом нажатий и, естественно, возможность записывать на память прибора различные макросы. Пускай и дополнительных кнопок всего три, и то одна из них вполне себе с определенной функцией, но с этим мы разберемся позже. Если же кому-то глубоко интересны характеристики электронного наполнения, то тут стоят переключатели Amron, модель, к сожалению, не нашёл, на 50 миллионов кликов. И сенсор PMW3367 с разрешением от 100 до 16 тысяч точек на дюйм, с шагом настройки в один пункт. Размерчики 125,8 на 91,5 на 44,6 миллиметров. И место под один профиль настроек внутри девайса. Теперь приступим к распаковке. Две сменные накладки под большой палец, устанавливать их будем чуток позже. Чехол для транспортировки. И, собственно, сам грызун. Корпус мыши пластиковый. Есть вставка из резины и предустановлена гладкая накладка под большой палец. Наш вариант, к слову, чёрный. Есть также цвет алюминий, но по большому счёту его там практически не видно. Устройство весит 122 грамма. Тут у нас дико цепкое колесо. Шнур длиной в 1,8 метра в оплётке и фирменный штекер от Корсаров, на который я много раз ругался за излишне большой размер. С другой стороны, такие стоят на всей линейке их продукции. И вроде пока кроме меня никто не жаловался. Просто будьте в курсе. В руке сидит, ну, как обычная мышь. Разве что. А давайте сразу накладки сменим. С заменой, кстати, проблем не возникает. Держится всё на магнитах и двух направляющих. Люфтов нет, крутить ничего не надо. И так. Да, это уже чуток комфортней. Мышь стала чуть шире, знатное зацепление. А что насчёт последней накладки? Ох, это уже куда более интересно. Агрессивный внешний вид, зона для большого пальца и дополнительная тефлоновая ножка. Будь такая мышь у меня, точно сделал бы данную накладку повседневной. Что ж, теперь к самому интересному. Теперь подключаем к компу. Обнаруживаем три зоны RGB подсветок. И кое-что ещё. Специальную панель, на которой отображается текущий уровень DPI. Мне кажется, это вполне стильно и удобно. Уж точно удобнее, чем запоминать, какой цвет соответствует вашим настройкам. Пять шагов, которые можно настроить в универсальной корсаровской утилите. И, в общем, переходим к ней. Тут есть общая настройка со скоростью опроса порта, уровень яркости светодиодов и возможность очистить память устройства, если лень менять забитые в него сетапы. Далее стандартный редактор макросов. И, кстати, кнопку смены DPI можно тоже приспособить. Но если она вам не нужна по прямому назначению. После, индивидуальная настройка зон подсветок. Увы, только один режим одновременно. Сделать из мыши кошмар эпилептика, скорее всего, не получится. Это скорее к лучшему. Ну и куда же без настройки DPI? Тут те самые пять профилей, которые можно настроить шагом в один пункт. Серьезно. Я, конечно, верю, что где-то есть человек, который сможет почувствовать разницу между, скажем, 2697 и 2696 DPI. Но, серьезно? С другой стороны, столь современный сенсор не может не радовать. У меня почему-то тут еще настройка режима снайпер затесалась. Но это для тех, кто умеет им пользоваться. Мне такое не зашло. Есть еще настройка обработки данных, сглаживание углов при низких DPI и быстрых движениях, изменение скорости курсора и так далее. Ну и последнее – калибровка девайса на новых поверхностях. Что довольно удобно и позволяет вам доводить скиллшоты туда, куда нужно, а не туда, куда я обычно это делаю. Управляться таким девайсом довольно приятно, особенно с широким корпусом и при длительных сессиях. Минусы в производительности сложно заметить. С другой стороны, дополнительные клавиши, как по мне, находятся далековато от подушки большого пальца. Но это также все сильно зависит от хвата, которым вы пользуетесь. Конечно, плюсов тут немало. Это и шикарный сенсор, и сменные накладки, да и индикатор DPI. Хотя закралось и несколько минусов. Во-первых, мало кнопок. Да, я играю в ММО. Мне обязательно нужно выставить навык рыбной ловли на отдельную кнопку. А тут их всего две. И на них даже мои друидские формы не помещаются. Ну а во-вторых, цена. 70 долларов на официальном сайте. А что, не так с ценой? Надо же высказать претензии к цене. Особенно, если так мало кнопок. Ну а если серьезно, девайс порадовал. Довольно производительный, приятный грызун для любителей мобо-игр, шутеров и... Погодите, погодите... Королевской битвы. Они ведь еще популярны. Что ж, на этом наш выпуск подходит к концу, и мышь отправляется на высокоточную работу с монтажом. И не забывайте, лучшая подставка под ваш большой палец под нашим видео. Всем спасибо за просмотр, и до встречи в следующем выпуске.